Привет, меня зовут Наталья Храмова, это значит, что вы смотрите новый выпуск программы «Портфель Гуру». Герой этого выпуска Джордж Сорос и топ-5 активов, недавно проданных Соросом. Почему он решил избавиться от акций? Но прежде чем мы начнем, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал РБК Инвестиции. А еще нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующий инвестор-сбор. Обязательно пишите в комментариях под этим видео, портфели каких Гуру вы бы еще хотели разобрать. Мы внимательно читаем ваши идеи и предложения. Поехали! Мы уже делали выпуск про Сороса и там подробно рассказывали о его удивительной жизни и партнерстве с Джимом Роджерсом, про которого у нас также есть отдельное видео, все ссылочки оставлю под этим роликом. Но тем не менее, в 1970-х Сорос вместе с Роджерсом основали фонд «Квантум», но вскоре Роджерс его покинул. А вот число фондов Сороса разрасталось и превратилось в группу, которой управляет инвесткомпания «Сорос Фонд Менеджмент». В первом квартале этого года фонд Сороса купил акции американских и китайских компаний, которые упали после краха фонда Белла Хвана Архегас. Среди них, к слову, были акции Tencent, Beidu, VipShop и Viacom CBS. Однако уже во втором квартале Сорос начал избавляться от акций, которые сам же и накупил после краха Архегаса. Мы решили посмотреть на топ-5 компаний, вылетевших из инвестпортфеля Сороса полностью или частично. Продано почти 4 миллиона 308 тысяч акций медиахолдинга Viacom CBS. Это все акции Viacom CBS, которые были у Сороса. Еще в первом квартале доля компании в портфеле Сороса составляла солидные 3,5%, а уже во втором – ноль. Что мы о ней знаем? Компания зародилась почти 100 лет назад. В 1928-м Уильям Фейли купил сеть из 16 радиостанций и назвал их Columbia Broadcast System – CBS. Подразделение Viacom появилось спустя 42 года. В 1993-м оно купило студию Paramount Pictures. Как я уже сказала, сегодня Viacom CBS – один из крупнейших американских медиахолдингов. Он владеет телеканалами CBS, VH1, MTV, Nickelodeon и другими. Кроме того, им принадлежат стриминговые сервисы, радиовещания, издательства и рекламный бизнес. Несмотря на то, что Сорос продал все акции Viacom CBS, они торгуются на 8% выше, чем в начале 2021-го. Мнения аналитиков опрошенных рефинитив разделились почти поровну – покупать и держать. Консенсус прогноз, как вы видите, тоже достаточно позитивный. Если сейчас вложить в акции медиахолдинга 1000 долларов, то за год можно потенциально заработать 288 долларов. Этот биржевой фонд появился в 2002-м и принадлежит инвесткомпании BlackRock. ИТФ включает в себя корпоративные облигации – почти 2500 активов. По данным на 23 августа, чистые активы фонда оценивались в 43,5 миллиарда долларов. В топ-10 бондов ИТФ входят в основном бумаги банков. На первом и втором местах расположились облигации JP Morgan Chase и Bank of America, соответственно. Среди других банковских бондов – бумаги Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley и Wells Fargo. В топ также входят облигации Verizon Communications, AT&T, Comcast и Apple. В конце прошлого года биржевой фонд входил в топ-5 акций портфеля Сороса, но во втором квартале этого года Сорос продал больше миллиона акций ИТФ. Таким образом, его доля в портфеле снизилась более чем на 63%. Что касается в целом картины на рынке. Акции биржевого фонда с конца второго квартала снизились в цене на 0,5%, а с начала 2021 года еще на 2%. Как вы знаете, прогнозов по ИТФ аналитики не делают, так что тут мы не можем, да и не будем считать прибыль. Американская компания QuantumScape разрабатывает твердотельные литий-металлические батареи для электромобилей. Их фишка в том, что они должны быстрее заряжаться и дольше этот самый заряд держать. Однако готового продукта пока нет, идет тестирование совместно с автомобильными концернами, например, с Volkswagen. Volkswagen и QuantumScape сотрудничают с 2012-го, и автомобильная компания уже вложила в стартап 300 миллионов долларов. Среди других инвесторов QuantumScape – фонд Белогейтс и суверенный фонд Каттера. В конце 2020-го QuantumScape селась со SPAC и вышла на Нью-Йоркскую биржу. В этом июне акции уже вошли в индексы Russell 3000 и Russell 1000. Кстати, о том, что такое SPAC, очень подробно и на конкретных примерах рассказывает мой коллега Паша Карасев в своей недавней программе. Ссылочку на нее тоже оставлю под этим видео. Что же до QuantumScape? В конце второго квартала 2021-го акции компании снизились в цене на 10%. При этом падение с начала года составило почти 76%. Стоимость бумаг достигла пика в конце декабря 2020-го, однако затем начала снижаться. Инвест-компания Soros не так давно продала около 1,7 млн акций QuantumScape, поставив себе 1,6 млн. Их доля в портфеле снизилась на 51,5%. А прошлый рефинтив-аналитики советуют акции Quantum пока держать. Но если сейчас вложить в них 1000 долларов, то, исходя из таргетов, можно заработать через год 797 долларов. Звучит заманчиво, но призываю вас еще раз подумать и внимательно изучить текущий показатель компании. Еще один из тем в нашем топе на вылет. Он начал торговаться на бирже в 1998-м и включает акции, которые входят в S&P Energy Select Sector Index. Это бумаги компании из нефтегазовой отрасли, а также тех, кто производит энергетическое оборудование и предоставляет связанные с этим оборудованием услуги. По данным на 23 апуста, активы под управлением ETF оценивались в 21,5 млрд долларов. Вы видите, что в топ-10 ETF входят весьма известные корпорации от AxanMobil до Philips. Интересно, что в инвест-портфеле Soros Fund Management были не только акции ETF, но также Call и Put-опционы. Опционы – это договор, по которому покупатель получает право в будущем приобрести или продать какой-то актив по заранее оговоренной цене. В случае Soros – акции биржевого фонда. Call-опционы дают право купить актив, а Put – продать. Первые приобретают с расчетом на рост стоимости актива, а вторые – на ее падение. В первом квартале самая большая доля была у Call-опционов. И вы видите эти цифры. Как бы то ни было, Soros полностью продал все бумаги, связанные с ETF. Soros продал все акции Beidou, что неудивительно в свете последних событий. Китайская компания Beidou появилась в 2000-м. Это огромные конгломераты самых разных сервисов и бизнесов. В 2007-м она стала первой компанией из Китая, которую включили в индекс Nasdaq 100. Во втором квартале Soros Fund Management продал все бумаги Beidou, а это около 354 тысяч депозитарных расписок, которые занимали 1,5% портфеля. Напомню, что с конца июля бумаги китайских компаний сразу из нескольких секторов оказались под давлением из-за ужесточения регулирования или официальной критики от властей КНР. Антимонопольный регулятор Китая опубликовал проект правил для борьбы с недобросовестной конкуренцией онлайн-платформ. Им запретили использовать данные о работе конкурентов. Нужно было убрать все фальшивые отзывы о товарах и сделать еще многое-многое другое. Ну а в китайской официальной печати вышла разгромная статья, критикующая онлайн-игры. И все это вкупе привело к существенному падению стоимости бумаг китайских технологических компаний. Как бы то ни было, аналитики опрошены рефинитив, советуют акции «Бойду» сейчас покупать. И вы видите, что таких советов абсолютное большинство. Ну и потенциал роста у них вроде как невероятный. И вот если вложить 1000 долларов на год, то доход может составить 809 долларов. Так как аналитики не делают прогнозы на акции биржевых фондов, то мы посчитали, сколько можно заработать, если на год вложить по 1000 долларов в бумаге трех компаний вместо пяти. Ну и сумма получилась очень внушительная – почти 2000 долларов. Если те же 3000 долларов положить на валютный вклад на год, то проценты составят около 19 долларов. Это вклад с ежемесячной выплатой процентов и их капитализацией, но без возможности его пополнять. В общем, как вы видите, пока одни продают, другие советуют покупать. Однако решение принимать только вам. Так что будьте благоразумны. Пишите, чьи портфели или действия в рамках этих портфелей вы еще хотели бы разобрать. И подписывайтесь на РБК Инвестиции. Информация и опыт бесценны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова